Владимир Васильевич, Ваш комментарий? Ну, первый темп был равный. Мы совершили одну ошибку, пропустили гол. В принципе, того сказать, что кто-то кого-то переигрывал в этом темпе, я бы не сказал. Скажу, что у нас в центре пуля игра не клеилась из-за того, что по травме пропускал матч с травмой полузащитник Комисов, а заменивший его Кузнецов тоже травма Нитфулин, который только-только месяц восстанавливался. Поэтому, конечно, здесь слаженности действий не было. Отсюда я думаю, что повлиял на отпечаток всей игры. Второй тайм мы, конечно, включились, но эта игра была скорее на то, чтобы спасти результат. Где-то больше навал, защитника отправили туда. Моменты были, но, к сожалению, не спорили. Тяжелая игра, конечно, для нас была сегодня. И огромнейшее спасибо нашим болельщикам, которые нас так яростно поддерживают. Это, конечно, большой плюс. И ребятам, конечно, спасибо за ту самоотдачу, за те командные действия, которые пришлось нам больше выполнять в обороне. Все знают, что Воронеж очень приличная команда и по именам, и по бюджету, и решает задачу выхода. Но, тем не менее, дома в такой обстановке и при должном настрое мы доказали, что можем выиграть любого соперника. Что касается непосредственно самой игры, сами все видели, что первый тайм он более-менее равный, как бы был. Чуть-чуть факел владел инициативой, больше мяч, больше с мячом были. Но, тем не менее, опасности у Ворон соперника мы тоже создавали за счет быстрых ответных атак. На второй тайм пришлось играть чистооборонительный футбол, но справились, и самое главное, это принесло результат. Вопросы? 1 сентября скоро, все уже? Ничего не будет изменений в составе, нет? Дети в школу пойдут. Ну, это ясно. А где навыка? В принципе, у нас достаточно квалифицированных футболистов. Я думаю, что уже не будет выполнено. Всякое возможно, конечно, бывает такое, но пока ничего не появится. И уходом не будет? Это уже нет. Я не впреди сексу.